Приветствую подписчики, а также гости этого канала. Некоторые из вас знают, что помимо железной дороги у меня есть еще одно хобби. Небо. Сегодня я решил поделиться с вами своими знаниями. Показать запуск легендарной машины Douglas DC3. Ну и заодно немного рассказать о том, что сам знаю, может кому-то эта информация покажется интересной или нужной. Ну и основная цель, собственно, в том, что я очень хочу показать вам мир поршневой, трубовинтовой, ну в целом малой авиации. И этот ролик, я надеюсь, даст старт авиаконтенту на канале. Так что приступим. Пошли в кабину. Вот так выглядит DC3 извне. Сейчас покажу, как выглядит изнутри. Ну и, собственно, вот она. Вот она кабина этого легендарного самолета. Приборов куча, куча всяких перемычек, кнопочек и так далее. Но ничего страшного в этом нет. Так, ну и что? Давайте начнем без долгих рассуждений, так сказать. Покажу первые две кнопки, основные. Это QS и SD. Вот они. Собственно, они вот подписаны. QS Start. То есть, по сути, это как Ctrl E. Автозапуск. Cold and D это Cold and Dark Start. Фишка в чем, когда вы запускаете самолет, если у вас что-то пошло не по плану, вы запутались, накрутили там рычаги какие-то, в какие угодно положения, вот. Или кнопочки. Вы запутались, у вас ничего не получается. Нажимаете сюда. И отжимаете. Все рычаги, весь самолет снова в Cold and Dark. Можете начинать процедуру запуска заново, короче говоря. Так, для удобства я сразу уберу штурвалы, чтобы не гумарило. Так, первое, если вы хотите немножко, вот, по roleplay, так сказать, все такое, стоит начать вот с чего. Смотрите, вот это у нас стойка со всякими штучками, дрючками. Это гидравлическая панель. Сейчас, так, убрать. Давление в гидравлике, как вы видите, по нулям. Лендинг гир, то есть в шасси нет давления. Ну и, собственно, в этой гиропалоте нигде нет. Механизация, короче, без гидравлики. Что надо сделать? Это необязательная процедура, я повторяю, потому что в игре это, по сути, не реализовано. Открутили краник. Это подлокотник оказался. Да, с точками тут, конечно, небольшой напряг у меня. Не очень удобно все сделано. Вот, знаю, находит вот этот мануал. Гидравлик, короче, ручной насос. Эть. Так, как бы его так показать? О! Как вы можете видеть, давление растет. Все. И перекрываем сразу обратно. Это типа такая фишечка. Якобы мы накачали давление. Теперь у нас тормоза парковочные, все дела. Все будет точно работать. Вся механизация и все такое. Выполняется по желанию. Так, собственно, запуск. Запуск я тоже предпочитаю немножко roleplay. Фишка в чем? Ground power. Это внешний источник питания. С него рекомендуют нам запускаться. Это типа основной элемент питания для запуска. Но, если вы вот вдруг в такой вот, хотел сказать, жопе мира, ну, в общем, в глуши, то тут понятно, никаких следов цивилизации, кроме домика, нет. Здесь вряд ли будет источник внешнего питания. Собственно, и заправщиков здесь нет. Вот, поэтому можно запуститься из батареи. Ничего страшного не случится. Есть вероятность, что вы ее разрядите, но вряд ли. Вот, вот эта перемычка. Сейчас я запускаться не буду. Пока, наверное. Хотя, наверное, собственно, почему бы и нет. Давайте, ну, начнем мы наш запуск не с батареи. И, чтобы ее не сажать лишний раз, поговорим немножко о топливных баках. DC-3 очень, знаете ли, топливоемкий, так сказать. Может много топлива нести на борту. У нее четыре бака. Два основных. Left, right, main. И два дополнительных. Left, right. В основных по 202 галлона. В дополнительных по 200 галлона. То есть он несет 800, простите, галлонов топлива. Это, ну, мягко говоря, до хрена. Для поршневого самолета. Итак. Сюда мы... Да что ты будешь делать? Left, main. Поскольку левый бак, левый двигатель, так будет проще. Right, main. Правый бак, правый двигатель. Фишечка номер два. Вы знаете наверняка, кто не знает, скажу, на поршневых самолетах нужно постоянно обращать внимание на смесь. Нужно не заливать двигатель. И также не подвергать двигатель топливному голоданию, так сказать. Здесь с этим вообще никаких заморочек нет. Не знаю, насколько оно соответствует реальности, но на форумах часто пишут, что да. Действительно, на 10.3 есть такие, как авторич и автолин. То есть, автоматическое обогащение и обеднение смеси. Собственно, берем микстурку в авторич. Опа. Ручка должна утонуть. Вот, видите, она тонет. Это значит, все чики-пики. Все. Авторич установлена на двух баках. Далее пропеллеры, естественно, на всю. Сейчас я тут ход кеями, бы неудобно. Ну и троттл. Руды непосредственно тоже чутка выдвинем. Итак. Ух ты, ё. Это что там? Кто-то веселится и кайфует. Это игрок, кстати, если что. Вот такой вот он, контент. Американские горки в небе. Итак, собственно, мы, как я уже говорил, в уши. Запуск батареи. Батарея. Здесь у нас всякие фонарики, лихтарики. Это нам ничего не нужно. На данном этапе нам это ничего не нужно. Как запустить эту шайтан-машину? Батарею мы дали. Топливо мы дали. Насос, например, левый. Я начну с левого двигателя. Сложно понять, это у меня насос загудел, или это самолет пролетел. Так, мастер и гнишин. Надо вдавить. Вот, вдавлено. Левая магнета. Clear prop. Левый двигатель. Начинаем. Ждем пару секунд. Загудело. Начинаем раскрутку. Крутится, крутится. И, собственно, само зажигание. Дыр-дыр-дыр. Услышали дыр-дыр-дыр. Значферчики-пики. То же самое с правым двигателем. У магнета. Правый двигатель. Загудело. Ой, забыл помпу. Эту можно отключить уже, она нам не нужна. Раскрутка. И он сам, по идее, сработает. Обычно, да, зажигание на втором движке вроде как не надо. Ну, это мы сейчас узнаем. Или все-таки надо. Нет, не надо. Ага, болт мне. На 18. Вот такое вот. Давай заново. Загудело. Раскрутка. Раскрутка. О, а то начинаешь мне тут выделываться. Все. Все у нас отлично. Так, следующая очень важная штука, которую должна была вообще-то сделаться перед запуском, но ладно уж. Творки капота, ребят, очень важно запомнить. И раз и навсегда на земле положение створок капота должно быть open. При любых манипуляциях. Так отсюда показать получится. Да, вон, открылись, повылазили. Даже если гиги мороз на улице, вы можете их тогда оставлять в положении close, но закрытые вы должны отслеживать по датчику. Вот этот вот цилиндр температуры. Двигатели желательно не перегревать. Не знаю, насколько реализованы отказы, но знаю, что их лучше не перегревать. По поводу положений, call flaps тоже довольно важная штука. Ну, для тех, кто любит летать, не просто летать из точки А в точку Б, а соответствовать чему-то. Значит так, open, понятно, я думаю, полностью открытое положение. Trail. Trail используется в основном в полёте. Это такой режим, как бы это назвать получше, автоматический, что ли. То есть на Trail открываются закрылки, ой, закрылки, господи, что я несу, створки капота. В зависимости от скорости движения и давления, то есть высоты. То есть перед взлётом ставите, например, или уже в наборе ставите Trail, и у вас угол регулировки створок капота будет автоматически меняться. В зависимости от вашей скорости. Чем больше скорости, меньше будет угол открытия и, соответственно, высоты. Но на земле оставляю open. Естественно, close. Это полностью закупоренный двигатель. Полностью закрытые створки. Вот эти три кнопки, если кто не знает, дверь грузовая, дверь пассажирская и чоки, на которых стоял самолёт ранее на старте с открытыми дверями. Теперь, если мы посмотрим, дверь закрыта, чоки убраны. Всё. Также есть ещё один момент, который необязательный, но рекомендуется тем, кто любит соответствовать процедурам, чек-листам и прочему. Вы должны погонять обороты туда-сюда. Именно RPM. Не main full pressure, то есть не руды юзать роту, а именно пропеллер обороты. Чего нужно поделать? Надо поделать несколько раз min-max, то есть минимальные, большие, тьфу, максимальные. Туда-сюда просто поелозить. Как вы можете видеть, меняются не только RPM, но и давление масла. Собственно, в этом-то и фишка. Убирая туда-сюда обороты, min-max, балуясь, вы... блин, думал, заглохну. Вы прокачиваете масло, избавляя его от застоя, и, короче, в общем, это надо делать, чтобы масло не застаивалось. А по системе равномерно оно начинало ходить. По крайней мере, так в мануале написано. Потому что написано, я, в принципе, доверяю. Так, еще одна важная штука, связанная с топливом. Естественно, это карбюратор хит. Обогрев карбюратора, по-русски говоря. На что смотреть? В принципе, смотрите. Carb Air, это понятно. Я думаю. В идеале, чтобы была зеленая зона, конечно, ну, ладно. Темп Си. Темп и Си, это градусы Цельсия, имеется в виду. Да, кстати, не смотрите, что у меня такие текстурки убогие. Я играю тут на низко-средне-высоких, поэтому Сарямба такие вот пироги, видях они тянут. Температура окружающей среды. Понятное дело, если у вас минус 20, вам надо его кочегарить, этот карбюратор. в Афгаз не замерзал, не увеличивалось тягучесть и вся фигня тягучесть. Как им пользоваться? Здесь есть замок, вот он, лок. У него есть положение он и офф. Сейчас замок выключен, я могу телепать ручку карбюратора левого двигателя, как хочу. Левого, правого. Если я включу замок, все, положение блокируется намертво. Собственно, так это и работает. Открытый замок, максимальное отопление, замок закрываете. Закрывать его обязательно. Кстати, обратите внимание, температура подросла. По крайней мере, правый движок уже в зеленой зоне. Вот, собственно, карбхит показал. Еще надо бы, наверное, оборотиков накинуть. А то что-то тухло-тухло. Дадим немножко газу. Вот, погасли лампочки, предупреждающие, что слишком низкое давление у нас в системе. Вообще, прогоны двигателя делаются на тысячи оборотов. У меня сейчас немножко больше. и уже вот я не заглохну, если начну баловаться с винтом. Вот, пожалуйста. Или все-таки заглохну. Да, нормально. Вот это вот. Сейчас я масло погоняю по системе. проверка магнета по-моему выполняется на 1750 оборотов. Если кому интересно, кто этим когда пользуется. Я лично не пользуюсь. Но если кто пользуется, знайте 1750 оборотов и можете крутить магнета. Разница в оборотах должна быть там не более 100. Так, что дало увеличение оборотов? oil temperature естественно выросла температура масла. Цилиндр темп еще прогревается. Карбюратор тоже потеплел. Так, ну и последнее, о чем хотелось бы упомянуть в плане управления двигателем, это управление нагнетателем. В принципе реализовано все довольно просто. залазите на высоту, включаете нагнетатель. Вот он, на левый двигатель и на правый двигатель суперчарджеры желтой рукоятки. Как им пользоваться? Залезли вы на условные там 12000 футов, понятно, что там воздух разреженный, разреженный. Включаете, вот вы летите на эшелоне, в круизе. У вас автолин, то есть автообъединение смеси стоит. Переключайте рукоятку на авторич. Все, чтобы она утопилась. И вторую где-то тут же. автообъединение утопились. Авторич и соответственно тыкайте. Все, охапка дрова плов готов. Почему именно авторич? Потому что нагнетатель будет накидывать очень много воздуха в двигатель. Как будто вы летите на низкой высоте. Соответственно, чтобы не было эффекта топливного голодания, чтобы было достаточное количество топлива на то количество воздуха, которое будет закидывать в двигатель нагнетатель, нужно делать обогащенную смесь. И все, его с эффективность самолета резко возрастет. Вот такие вот делы. По управлению двигателями это пожалуй все. Последний блок, который я хотел бы затронуть это вот он. Hero Pilot так называемый типа дедушка автопилота если можно его так назвать. Кстати вообще в реале если хотите поролплей не просто там кнопочку тыкнуть и чтобы все работало. Вот тут есть инструкция куда перевести насосы и гидравлики. То есть сюда это на механизацию шасси закрылки и всякое такое. Если пиликнуть что вот вечно тут точка в общем эта ручка отгибается. сейчас почему-то не попадает может так надо нет в общем ручка отгибается и меняется положи опачки вот так вот как-то экран перекрыть и меняется собственно на HeroPilot как вы можете видеть тут написано то есть вся мощь насоса гидравлики уходит на поддержание заданных настроек здесь. Как пользоваться этой приблудой? Значит так это кнопочка пединга. Когда вы только собираетесь им пользоваться обязательно проверьте его здесь по компасу. Сейчас у нас что он показывает так что ну 185 допустим. С дверя IT показывает ли он 185 вроде да. Если случается так что не показывает вот heading compass ой понятно да крутил кота и меняет оба компаса и тот и этот на HeroPilot синхронизировали вам нужно встать на курс там не знаю какой ну чтоб далеко не крутить на 30 как этим пользоваться включайте лампочка загорелась начинайте накручивать сколько вам там надо да можно не в ту сторону накручиваете 30 нажимаете heading hold кнопка вдавилась все самолет автоматически станет на курс на 30 то есть понятно да нижняя как это назвать нижний циферблат нижняя нумерация должна быть синхронизирована с магнитным это основной компас а вот именно верхняя это уже привычный heading select ничего сложного в этом нет более сложная вот эта приблуда вторая кстати кнопочка подсветку делает сейчас не видно сейчас светло вряд ли будет видно или все-таки будет ну там видно короче ночью подсветочку включает вот это приблуда более сложное усвоение как мне кажется это altitude в общем ну вернее не altitude это скорее всего pitch pitch nose вот так наверное будет он так и называется hero pilot pitch фишка в чем вот это вот оранжевая полоска горизонтальная это наш нос серая вот эта вот рамка это что-то типа авиагоризонта то есть например если нос самолета ниже авиагоризонта как здесь было бы например мы бы что делали мы бы снижались соответственно это снижение если вы накрутите чтобы планка была выше то естественно это значит нос надо горизонтом как будто штурвал тянешь на себя это набор никакого здесь армирования нет ничего такого никаких современных технологий все делается руками благо здесь есть вариометр вот он рядом и ты стоишь вот так вот и накручиваешь если надо чтобы удерживал высоту естественно подгоняешь там миллиметриками чтобы вариометр показывал ноль ни вниз ни вверх а строго ноль так ну и все я предпочитаю на этом я довольно редко летаю я предпочитаю ретрофит версию там где стоит гарминка 530 какой смысл улетать по этой приблуде без кар тут не разобраться реально если кто думает полетать по ворам туда-сюда в DC-3 нет возможности летать заходить на под определенными радиалами там на вор маяки выходить вот вот этот SDI это по сути радиокомпас или вот радиокомпас а это указатель курса на ADF или на на этот на вор маяк все вбиваешь вот там в блок ком вор маяк или в ADF приемник NDB частоту и он тебе показывает куда лететь все никаких радиалов ничего ты выбрать не можешь ну короче или я не разобрался или я что-то не шарю но мне не нравится гарминка 530 и современный автопилот наше все куда удобнее и проще зачем себя мучить вот эта штука это еще удобовая рима если вы юзаете какие-нибудь внешние карты я например использую little nav map без проблем конечно можно летать но если вы какой-то true хардкорщик там знаете местность или наоборот вы включаете little nav map но отключаете connect с симулятором чтобы лететь именно визуально визуально прям вбивать частоты в гормаяков и прочее довольно сложное оборудование как по мне разобраться летать по приборам на 10.3 задача не из легких скажем так довольно геморно как по мне в общем мой выбор это гарминка 530 кстати давление упало вот это уже кстати фигово если давление упало меньше 500 но он еще не меньше 500 но вообще если вдруг будет меньше 500 это ж не меньше 500 а то я сейчас намелю тут нет это как раз таки 500 то взлет типа запрещен ну в реальность это значит неисправная гидравлика надо что-то ремонтировать сейчас вернем как было и что мы видим давление выросло магия колдунства так ребят ну вот и все что я хотел вам сказать конечно гайд не полный но как я считаю это та база базовые знания которые просто необходимы для более менее грамотного управления DC3 чтобы уметь не только запускать движки но еще иметь какое-то представление для чего там суперчарджер как пользоваться смесью зачем колфлапсы створки капота двигателя вот это тем кто ищет более так сказать тонкого управления самолетом рекомендую погуглить и найти Pilot Operation Handbook ох коротко вот под Douglas DC3 посмотреть там ту же таблицу performance например чтобы понимать на какой высоте сколько давать main fall pressure сколько давать RPM на винты чтобы максимально там экономно лететь в круизе или максимально быстро ну короче там все расписано максимально подробно скорости снижения и набора там критические скорости сваливания кстати важно понимать и забыл упомянуть по-моему указатель скорости ну спидометр грубо говоря в DC3 он в милях он не в узлах как на остальных самолетах на современных там даже написано Miles имеется ввиду обычные сухопутные мили ничего такого я думаю обычным рядовым как я летчикам хватит тех знаний что я дал для выполнения успешных полетов вот если есть какие-то вопросы или хотите пообщаться обсудить без проблем буду рад комментариям вот если считаете что все было круто лайк и подписочка если хотите более развернуто в общении у меня есть группа в ВК вот ну и что до встречи постараюсь почаще делать всякое по авиации чтобы были не только поезда но и что-нибудь с воздухом вот надеюсь я хоть кому-то помог вы не зря посмотрели до скорого увидимся спасибо за просмотр пока пока пока